На своей земле, объединенной общей судьбой, так наверняка думали. И этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником. Это их праздник. Поздравляем! Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своим. За это время Россия немало сделана... Начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военноначальников, причисленных к лику святых, Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Спасибо! Спасибо! И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя? Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военноначальников. Вперёд, Россия! В этом слове источник силы Повторяем вперед нас И я прощу